День с толком В Крымском крае хотят запретить продажу безалкогольного пива детям. Работают или сушат весла? Как грибной канал готовят к международным соревнованиям? Порядка 400 участковых терапевтов и педиатров планируют привлечь для работы в алтайских поликлиниках и больницах. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. На пресс-конференции, посвященной модернизации первичного медицинского звена, глава ведомства рассказал, 120 терапевтов приступят к работе в ближайшее время. Сейчас они заканчивают медвуз по целевой программе. Еще порядка 250 врачей присоединятся к ним после ординатуры. Для мотивации студентов платного отделения предусмотрены подъемные в размере до полутора миллионов рублей и социальное жилье. Кадровый вопрос – лишь одно из направлений предстоящего преобразования. В целом на него до 2023 года направят 8 миллиардов рублей. На эти средства обещают отремонтировать поликлиники для взрослых и построить новые ФАПы, закупить рентген и УЗИ оборудование. Год назад в одной из детских больниц Барнаула появилось отделение палиативной помощи. Оно предназначено для пациентов с неизлечимыми болезнями, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей. О работе такого отделения, а также о состоянии и перспективах детской палиативной службы расскажем в видеосюжете. Наталья Ивановна, мы к вам через полчаса подъедем. Удобно будет? Сегодня фельдшер Николай Бабришов посещает тяжелого барнаульского ребенка. Все необходимое с собой – медикаменты, катетеры. В патронажной бригаде обычно несколько человек, и каждого нуждающегося они посещают несколько раз в месяц. Сейчас в регионе проживает 230 деток, которым требуется палиативная медицинская помощь. Если раньше мы обслуживали только Барнаул, сейчас мы обслуживаем весь практически Алтайский край, кроме Бийска и Рубцовска. То есть мы выезжаем в районы, вот вчера мы были в Алтайском районе. Большая часть детей – это дети с поражением нервной системы, это органическое поражение, это энцефалопатия, эпилепсия и последствия ДТП. Этот подросток попал в ДТП два года назад. Его сбил автобус. С тех пор он в тяжелом состоянии. И надежд на выздоровление, впрочем, это касается всех палиативных пациентов, уже нет. Он дышит благодаря специальным аппаратам и питается тоже благодаря им. Иногда патронажная бригада приезжает к нему домой, но часто такие больные месяцами находятся в стационаре. Сейчас здесь 10 коек, мамы почти всегда рядом. Ко всему привыкаешь. Я стараюсь просто не продолжать. У меня есть еще младший сын. Я просто стараюсь жить, как жила. То есть, да, конечно, это тяжело. Я стараюсь как-то это все, помощь найти себе. Но я живу, как жила. Я не унываю. Да, он сейчас такой. От судьбы никто не застрахован, нет. Палиатива нет, чего другого. Но не каждый родитель в состоянии самостоятельно справиться с подобной сложной ситуацией. Многим требуется помощь, прежде всего психологическая. В том числе для этого решено было создать фонд помощи палиативным деткам и их родителям. Пока фонд лишь регистрируют, рассказывает его руководитель, тоже мамочка тяжелого ребенка. Когда человек сталкивается с такой проблемой, он не подготовлен. И ему нужен какой-то человек, которому он может выговориться, с кем он может посоветоваться. Как только регистрация будет пройдена, мы создадим страницы в соцсетях. И через соцсети будем оповещать родителей, какую-то информацию им выдавать. Будем оповещать общественность, может быть, какому-то ребенку какой-то сбор организовывать. А помощь требуется. Несмотря на то, что государство выделяет средства на таких детей, денег не всегда хватает. В том числе на реабилитационные поездки. Руководитель отделения палиативной помощи поделилась, что им недостает и врачей, в том числе психологов. Работа сложная, выезжать к деткам требуется регулярно. Не хватает в стационаре и мест для таких тяжелых больных. Но этот вопрос в ближайшее время будет решен. Эти пока еще пустые. Палаты скоро заполнятся. Отделения планируют увеличить на три койко-места. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Накануне президент страны выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. 17-е по счету и от того, ставшее уже традиционным, обращение депутаты нашего региона слушали в Алтайском парламенте. А общественники и политологи собрались в краевой библиотеке. После послания они высказались о выступлении. Далее об этом подробнее. Это постковидная реальность. Спустя почти год с начала пандемии, россияне ставят в приоритет себя, свою семью и свою жизнь. Что и определило повестку президента. Практически 75% всего выступления было посвящено проблемам внутренней политики, проблемам на региональном уровне. И действительно, то, что Алтайскому краю сегодня требуется, это поддержка федерального центра. Все ждали поддержку школьников и мы ее получили. Все школьники в этом году получат помощь в подготовке к школе. 10 тысяч рублей это важно. Но и семьи, в которых воспитываются дети из неполных семей, в сложной жизненной ситуации, они также будут получать дополнительные выплаты. Размер выплат для мам и отцов-одиночек почти 5,5 тысяч рублей. Помогут и нуждающимся беременным, вставшим на учет. Больничный по уходу за ребенком теперь составит 100% от зарплаты. Татьяна Ильиченко назвала это системной поддержкой материнства и детства. Я думаю, что президент, то, что говорит, он же говорит осознанно. Он понимает, что в перспективе, как будет выглядеть экономика. И мне думается, что ресурсы у нас есть, и они немножко векторы были показаны. А в вузах страны дополнительно появится 45 тысяч бюджетных мест. Большая часть в регионах. Приятные бонусы ждут и экономику. Поддержки инфраструктурных проектов такими вот кредитами, долгосрочными, проценты небольшие для того, чтобы развивать эту структуру. Это проблемные темы, это дороги, это жилищно-коммунальное хозяйство. Есть темы, которые особенно для нас важны, это туристические объекты. Укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. А с учетом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры. Например, регионы центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца. Нам нужно сейчас не о какой-то большой стратегии международной политики говорить. Нам нужно сейчас региону посмотреть, где нам эти проекты выкристаллизовать, предложить федеральному центру и начать активно их реализовывать. Внешней политике Путин уделил немного времени в конце выступления. Хотя заявлений на эту тему, говорят политологи, ждали многие. А по итогу слово президента вышло коротким и простым. После послания того года, когда был дан старт конституционной реформе и реформе государственного аппарата, ждали все. А Путин говорил о простых, рабочих вещах, которые имели отношение просто к текущей деятельности правительства, губернаторов и всех остальных вещей. С этой точки зрения это слабое послание. Но это мог допустить только человек, который уверен, что он говорит те вещи, которые будут выполнять. А значит в этом году существенную поддержку получит и медицина. Речь идет о поснащении больниц и увеличении автопарка в селах. Чтобы несмотря на пандемию, к 30-му году россияне жили в среднем 78 лет. В Алтайском крае предлагают запретить продавать детям безалкогольное пиво. Такую инициативу сегодня озвучили на сессии молодежного парламента края. По словам экспертов, такое явление, как безалкогольное пиво, стало популярным несколько лет назад, когда в России запретили рекламу пенного напитка. Чтобы оставаться на рынке, производители перешли на безалкогольную технологию пивоварения. Однако, как считают молодые политики региона, абсолютно свободное от спирта пиво не существует. К тому же, его компоненты вызывают привыкание у подростков. То есть, уже с малолетства дети знают вкус пенного. Мы полагаем, что употребление безалкогольного пива имеет накопительный эффект. Потому что говорить о отсутствии алкоголя в нем смысла никакого нет. Он там присутствует. Соответственно, выпитое 2, 3, 4, 5 бутылок этого пива за раз, вроде как бы безалкогольного, в целом увеличивает алкогольный эффект от его употребления. Кстати, недавно в КЗС обсудили закон о запрете продажи энергетиков для детей. Его уже приняли в ряде регионов страны. Несмотря на то, что энергетический напиток может быть и безалкогольным, по словам врачей, он содержит недопустимую дозу для детского организма кофеина. Добавим, что алтайские депутаты инициативу поддержали. Закон прошел первое чтение. Кстати, сегодня прошла завершающая сессия молодежного парламента 5-го созыва. Новый состав будет сформирован после осенних выборов в АКЗС. А сегодня молодым людям, которые пока состоят в молодежном парламенте и, возможно, в будущем уйдут в большую политику, показали, какие подарки депутатам можно принимать, а с какими придется расстаться. Напомним, по закону госслужащий имеет право взять презент только на официальном мероприятии. Оставить подарок себе можно только в том случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей. Получив в рамках официальных мероприятий, командировок и прочее, он привозит его, готовит уведомления, сдает его на хранение уполномоченному отделу, после чего заседает комиссия, определяет его стоимость. Подарки до 3 тысяч по желанию могут ему быть возвращены, а дороже 3 тысяч он должен их выкупить. То есть, условно, подаренную банку огурцов чиновник домой нести может, а вот дорогие часы уже нет. Судя по экспозиции в АКЗС, алтайским депутатам чаще всего дарят предметы народного промысла. Сувениры с символикой регионов, вазы, тарелки. Экзотичных презентов мы не обнаружили, разве что кому-то подарили ковер. Но, вопреки русским традициям, его не стали вешать на стену. В распоряжение нашей редакции попал проект нового здания ЦУМа, одного из знаковых объектов Барнаули, символа центра краевой столицы. Речь о его преображении уже поднималась в прошлом году. Тогда в сети горожанам показали эскизный рисунок. Сейчас данных гораздо больше. Это будет 18-этажное здание. Часть этажей из них отдадут под отель. Остальное под магазины, что уже сейчас есть. А также ресторан, спа и спортзал. А для центрального Немермага за всю его почти 60-летнюю историю это будет самым значительным преображением. Мы решили показать проекты горожанам и узнать их мнение. ...сумы почти 60 лет. И его появление было знаменательным. Тогда впервые после войны были снижены цены на продовольствие и промтовары почти в 6 раз. Росла покупательская способность, а торговых площадей катастрофически не хватало. Так ЦУМа появился. Здесь, кстати, сразу применяли прогрессивные методы торговли. Например, самообслуживание, товары в кредит. В 80-х здание художественно оформили, территорию рядом озеленили. В конце нулевых здание потеряло прежний лоск. Поэтому ЦУМ обтянули строительной сеткой, приступили к работам, которые затянулись на 4 года. В 2012-м его преобразили. Здание отремонтировали, а его фасад вписали под гостиницу центральную, которая находится рядом, в таком виде он и существует сейчас. Но по новому проекту его вид может кардинально измениться. Что думают об этом барнаульцы? Стоит оставить ЦУМ в таком виде, в каком он есть? Нет, это безобразие. Конечно, коробка какая-то уродская. А чем новый проект вам нравится? Ну, вообще, когда что строят, что-то новое. Ну, единственное, в эскизах не хотелось бы видеть просто какие-то ровные углы, прямоугольники и так далее. Хотелось бы больше яркого чего-то интересного. А вот такие коробки, которые у нас по городу стоят, это стрёмное зрелище. С парковкой здесь проблемы. Это сейчас есть еще места свободные, просто утро. Я думаю, с парковкой надо было что-то тут подумать, может быть, сделать здание парковки и так далее. Да, кстати, подземное будет. Да, ну, я думаю, что это уже плюс какой-то, да. Так или иначе, большие города растут вверх, окраины, конечно, малоэтажные. Центр должен застраиваться, прежде всего, скорее всего, высокоэтажными и практичными зданиями. Тут в час пик очень мало парковочных мест, иногда не хватает. И то есть парковаться где-то... Ну, тут у меня недалеко мой корпус находится, и парковаться очень трудно иногда. А как вы думаете, вот этот новый проект, какие проблемы он может решить, какие есть сейчас у нынешнего ЦУМа? Проблемы? Ну, сейчас, наверное, основная проблема того, что ЦУМа, то, что сюда не едут целенаправленно. То есть тут нет такого большого разнообразия магазинов, фудкортов. Здесь просто, ну, кто мимо проходил, тот и зашел. Чем нынешний ЦУМ так не устраивает на ваш взгляд? Ну, смотря на это здание, не скажешь, что это ЦУМ. ЦУМ как бы слово такое еще, элитное, как бы. Но какой-то обычный заезженный торговый центр, вот этот вот, и как бы центр города нужно, чтобы соответствовало. Негде вообще студентами гулять. Даже те, кто не из Барнаула приезжают, а из других городов, вот, они могут только вот тут по Ленину, и все. А тут если ЦУМ сделают новый, ну, будет еще одно место, где можно будет сидеть. При этом это на улице, да? Существующее оно, в принципе, не очень удобное, но маленькое. И как бы для центра города можно что-то побольше. Тут невозможно заехать инвалидом, тут скользкие ступеньки, я сама на них чуть не падаю зимой, а я как бы молодая, здоровая. Тут постоянные лестницы, толчья вот тут на входе вечная. Просто не организован вход, нормально. Ну, он, наверное, в 64-м году построил. Да, он просто не был приспособлен под такие объемы-то, под такую проходимость людей. Судя по представленному эскизу, это то, чего Барнаулу крайне не хватает. А чего именно не хватает? Вот, хорошо выраженного, яркого общественного пространства и современной архитектуры. Все-таки большинство торговых центров, которые строятся, это обычные такие стандартные типовые коробки, направленные только на то, чтобы там находились магазины. И в то время, как там весь мир идет все-таки по пути тех же торговых центров, как некоторых мест притяжения для горожан. Я думаю, что стоит дать шанс новому, потому что это не историческое здание, а учитывая, как относятся к центру Барнаула и старым постройкам. И, ну, я думаю, что здесь будет лучше, если мы дадим возможность сделать какой-то классный отель для тех, кто приезжает в наш город. Ну, по примеру Москвы просто сейчас я живу там, да, и, ну, я думаю, что это был бы хороший опыт для Барнаула. Город растет, я вот из Новосибирска приехал, а сейчас там все в 25 этажках практически. Вот рядом у нас шпиль маленький, рядом новый шпиль большой построился. Город растет, вверх надо расти. По мнению опрошенных горожан, новый объект будет не только красивее и стильнее, но и решит насущные проблемы, с которыми здание ЦУМа сейчас уже не справляется. Среди них новые парковочные места, туристическая привлекательность центра Барнаула и новые общественные пространства. Житель Бийска открыл в гараже оранжерею с коноплей. 32-летнего мужчину уже задержали и возбудили уголовное дело. Он подозревается в изготовлении и избытии марихуаны. По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю и продавал наркотики через интернет-магазин. Сообщается, что необычная оранжерея находилась у него в гараже с ноября прошлого года. Во время обыска правоохранители изъяли 16 кустов конопли, 3 пакета с уже готовым веществом, электронные весы, упаковочный материал, банковские карты, денежные средства, телефоны, ноутбук, системный блок и карты памяти. К своему делу мужчина подошел серьезно. Помещение было оснащено системой вентиляции, света, полива и отопления. В нем постоянно поддерживалась комфортная для растений влажность и температура. По словам подозреваемого, семена для будущих посадок он заказывал исключительно экзотических сортов на зарубежных интернет-площадках. Месяц остался до проведения в Барнауле международных соревнований по гребле на байдарках и каноэм. На эти состязания съедутся спортсмены из 50 стран мира. География обширная и подготовка серьезная. Что уже сделано и что еще предстоит, расскажет Анара Шагирова. 28 дней до главного спортивного события этого года для Алтая и не только. Еще чуть-чуть и Барнаульский грибной канал будет принимать гостей. А пока апрельский мороз неожиданно сковал его льдом, поэтому работы на воде приостановлены. Когда мы все раскрасим, будут натянуты дорожки, будут там у нас разметка, все красиво будет видно. Тысяча метров, 500, вот в этом будет 200 метров, то есть у нас три дистанции. Зато на берегу работы продолжаются, все продумано до мелочей. А чтобы обеспечить безопасность и четкую организацию, судьи, спортсмены и СМИ будут максимально разобщены. Зрители же смогут наблюдать за грибцами только с противоположного берега. За спиной у нас готовятся трибуны. Три секции, по тысяче человек, по тысяче мест. То есть у нас здесь будет размещено 3000 болельщиков, зрителей. Там дальше просматривается дорога, где поднята дорога. Ее сейчас асфальтируют, готовят. Вдоль ее будут размещены все торговые точки. А вот, кстати, и они. Таких торговых павильонов в дни соревнований планируется разместить на грибном больше 70. Все они стандартных размеров и даже надписи на вывесках должны быть одинаковыми, вне зависимости от того, какую продукцию будет предлагать предприниматель. Таковы требования организаторов. На задней стене и левой части павильона можно размещать свою рекламу. Мы там указываем, где можно в черно-белом формате, где в полноцветном. Это требования федерации по гребле, и у них есть тоже определенные стандарты. Медицинская помощь, пресс-центр и зал для совещаний будут находиться в самом спорткомплексе. Здесь последние приготовления. Осталось только провести электричество. Буквально из окна виднеется стройка. Будущая так называемая деревня для спортсменов. Это 50 шатров, отдельный для каждой команды. Беспокоит это благоустройство. То есть озеленение такового до 20 мая мы не сможем сделать. По крайней мере, где-то газоны сделаем, зачерним их. Без цветов, будем так говорить. А вот с волонтерами проблем нет. Со всей страны заявок поступило около тысячи. Отобрали только 400 добровольцев. В первую очередь они примут участие в размещении и сопровождении гостей-зрителей. Поэтому один из главных критериев – знание английского языка. К слову, самому взрослому волонтеру 74 года. Волонтеров можно узнать вот с таким замечательным рюкзаком и в брендированной одежде. В фирменный стиль, сине-фиолетовая форма. У ребят будут куртки. И еще кое-что из формы. Поэтому наших ребят вы точно узнаете. В Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках Каноэ. Первый состоится в Венгрии буквально за неделю до соревнований на Алтае. Привезти свои суда гребцы из Европы просто не успели бы, поэтому в Барнаул уже доставили 300 новых лодок. Организаторы заверяют – сделают все, чтобы никакая ложка дегтя не испортила предстоящий праздник. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры делал DimaTorzok